Галогены. Элементы и простые вещества. Галогены – элементы, у которых наиболее ярко выражены свойствами металлов. В свободном виде они в природе не встречаются. Наиболее распространенные минералы, в состав которых входят галогены – флюорит, плавиковый шпат, галит, каменная соль, сельвенит, бешофит. Бром и йод встречаются в виде соединений в природных водах. Морские водоросли ламинарии – источник получения йода. Астат – радиоактивный элемент. На внешнем энергетическом уровне у всех атомов галогенов по 7 электронов. Внешний энергетический уровень галогенов имеет конфигурацию NS2-NP5, где N – номер внешнего энергетического уровня. Атомы галогенов легко присоединяют по одному электрону, проявляя в соединениях степени кисления – минус 1. Фтор – самый электроотрицательный элемент, так как обладает наименьшим атомным радиусом и сильнее притягивает к себе электрон. Однако галогены, за исключением фтора, могут проявлять и положительные степени окисления – плюс 1, плюс 3, плюс 5, плюс 7. В свободном состоянии молекулы галогенов состоят из двух атомов. С некоторыми физическими свойствами простых веществ галогенов мы уже знакомы. Фтор – бледно-желтый газ с резким раздражающим запахом. С водой раствор не образует, так как вступает с ней в реакцию. Фтор – бледно-желтый газ с резким неприятным запахом. Растворим в воде. Бром – жидкость темно-красного цвета с резким удушающим запахом. В воде растворяется плохо, в органических растворителях – хорошо. Йод – черно-серые с металлическим блеском кристаллы, легко превращающиеся в фиолетовые пары. В воде растворяется плохо, в органических растворителях – хорошо. Водные растворы галогенов называют, соответственно, хлорной, бромной и йодной водой. Все галогены ядовиты. Физиологическое действие галогенов определяется сильными окислительными свойствами. Особенно опасен фтор. При вдыхании даже небольших количеств фтора развивается отех легких, разрушается костная ткань. Хлор тоже очень ядовит. Во время Первой мировой войны хлор применялся как боевое отравляющее вещество. Предельно допустимая концентрация свободного хлора в воздухе не более 1 мг в кубическом метре. Отравление хлором вызывает легочные бронхиальные заболевания. Вместе с тем хлорирование – один из способов очистки питьевой воды и обеззараживания сточных вод. При этом степень их очистки достигает 99%. Пары брома вызывают удушье, головокружение, головную боль. При попадании брома на кожу образуются сильные ожоги. Наименее ядовит из галогенов – йод. Однако и с ним необходимо обращаться осторожно, так как вдыхание паров йода оказывает раздражающее действие на дыхательные пути и нервную систему. Однако свойства йода как антисептика широко используются в медицине и в быту. Галогены – сильные окислители. Атомы галогенов легко присоединяют один электрон, превращаясь в ион. Например, атом хлора, приобретая один электрон, достраивает внешний электронный слой до устойчивой структуры инертного газа аргона, приобретает отрицательный заряд, превращаясь в хлорид-анион. Окислительная способность галогенов увеличивается с уменьшением атомных радиусов. Наиболее сильно – неметаллические свойства, выраженные у фтора. Он является самым электроотрицательным элементом. Галогены реагируют как с простыми, так и со сложными веществами. Все галогены взаимодействуют с водородом. Продуктами реакции являются соединения галогенов с водородом, галогеноводороды. Галогеноводороды – фтороводород, хлороводород, бромоводород, йодоводород. Все реакции экзотермические. Галогеноводороды хорошо растворяются в воде, образуя кислород.